Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в пятницу, в день отдания праздника введения во храм Пресвятой Богородицы, за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 19, стихи с 12 по 28. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Даниила. Речи Господь, притчу сию, человек некий добророда, иди на страну далече, прияте себе, царство и возвратитеся. Призвав же десять раб своих, дадей им десять мнасы, рече к ним. Куплю, дейте, донде же, прийду, и граждане Его, ненавидих у Его, и послаша послы вслед Его глаголюще. Не хочем всему, да царствует над нами, и быстег, да возвратись, а прием царство, рече пригласите рабытии, им же даде сребро, да увесь, какову куплю суть сотворили. Прииди же первый глаголя, Господи, мнас Твоя, предела десять нас, рече ему, благо рабе добрый, як вам алим верен был и си, будет область имения над десятью градов. И прииди второй глаголя, Господи, мнас Твоя, сотвори пять мнас, рече же и тому, и ты буди над пятию градов. И другие прииди глаголя, Господи, семнас Твоя, южий мех, положеного в брусе, бояхся бы Тебе, якой человек яр еси, в земляши Егожи не положил еси, и жнеши Егожи не сеял еси, глагола же ему, от уст Твоих суждутье и лукавы рабе. Ведел еси, як вас человек яр есмь, в землю Егожи не положих, и жну Егожи не сеях, и почту не вдал еси, моего сребра куксе, яс, пришед, слихвою истязал бых е, и предстоящим рече, возьмите от Него мнас, и дадите имущему десять мнас, и реши ему, Господи, има десять мнас, глаголюбовам, як во всякому имущему дастся, от неимущего, и ежи имать от иметься от Него. О, бачи, враги мои оны, и же не восхотеши меня, да царь бых был над ними, приведите семо, и сиците предо мною, и сияй рек, и дяши приди, восходя во Иерусалим. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. И так сказал, «Некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же десять рабов своих, дал им десять мин и сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав, «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, «Господин, мина твоя принесла десять мин». И сказал ему, «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление десять городов». Пришел второй и сказал, «Господин, мина твоя принесла пять мин». Сказал и этому рабу, «И ты будь над пятью городами». Пришел третий и сказал, «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Господин сказал ему, «Твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью?» И сказал предстоящим, «Возьмите у него мину и дайте имеющему десять мин». И сказали ему, «Господин, у него есть десять мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною». И сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. В сегодняшнем евангельском чтении, дорогие братья и сестры, мы слышим притчу о десяти минах, рассказанную Господом в то время, когда он находился в Иерихоне, в доме Матаря Закхея. Притча этой речи идет о человеке высокого рода, который отправился в дальнюю страну, чтобы принять царство и снова возвратиться, в то время, как его подданные делали все, чтобы помешать ему в этом. Основанием притчи является реальное положение царской власти в Иудее того времени. После смерти Ирода Великого его царство было разделено между его сыновьями Иродом Антипой, Иродом Филиппом и Архелаем. Этот раздел подлежал одобрению Рима, который являлся верховным властелином над Палестиной. Архелай, унаследовавший Иудею, отправился в Рим, чтобы получить у императора Августа разрешение вступить в права наследства. Одновременно и иудеи направили в Рим посольство в количестве пятидесяти человек, чтобы сообщить императору Августу, что они не желают видеть Архелая на престоле. Но император подтвердил права Архелая на наследство, не дав ему, однако, царского титула. Каждый иудей, услышав притчу, несомненно, сразу же вспоминал действительные исторические обстоятельства, лежавшие в ее основе. В притче под человеком, отправившимся в дальнюю страну, подразумевается сам Христос, от которого многие евреи и ждали в то время провозглашения на земле славного царства Мессии. Отправляясь, он оставляет десять мин, то есть десять фунтов серебра, десяти рабам, говоря, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Под рабами подразумеваются ученики и последователи Христовы, которые получают от Господа как разнообразные дарования, так и разные внешние блага, которые они должны использовать и умножать во славу Божию, на пользу ближним и во спасение своей души. Но граждане возненавидели этого высокорожденного человека и послали вслед за ним посольство, сказав, «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». Архиепископ Оверкия Таушев отмечает, «В отношении к Господу Иисусу Христу здесь имеется в виду отвержение Его еврейским народам как Своего Мессии, но напрасно, ибо Он остался как их, так и всего мира царем и судьей, который потребует отчета от рабов своих и накажет не хотевших признавать Его власти». По возвращении Господина, то есть во время второго пришествия Христова, когда каждый должен будет дать отчет на страшном суде об использовании данных ему Богом дарований, сделавшие доброе употребление из полученных благ, удостоятся похвалы и получат каждый соответствующую своему усердию награду, не пожелавшие трудиться над полученными дарами благости Божией, лишатся и того, что имеют, так как всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. «Каждый из нас, дорогие братья и сестры, получает свое дарование от Господа и призывается к служению другим людям, приобщаясь к любви Христовой через эту самоотдачу. Есть в духовной жизни непреложный закон. Чем больше мы отдаем другим людям, тем больше приобретаем сами, получая высшую награду в Царстве Небесном. Помогай нам в этом, Господь!» Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Продолжение следует...